Приветствую вас, мои дорогие друзья, с вами, как всегда, я, Олеся Медведева. Вечер 19 апреля, это означает, что прямо сейчас вместе будем подводить итоги уходящего дня и традиционно начнем с ситуации на фронте. Украинский генштаб сообщает, что продолжаются тяжелые бои за Бахмут. Американский институт изучения войны пишет, что силы Вагнера, вероятно, продвинулись ближе к Дому культуры на северо-западе города. Также аналитики этой организации сообщают, что российские войска начали использовать в Бахмуте модифицированные авиабомбы ФАП-500 с системами наведения. Применение таких боеприпасов фиксируют минимум с 17 апреля. И если помните, в начале недели телеграм-каналы сообщали о мощном ударе по Бахмуту. Возможно, это был удар с применением такой бомбы. Также продолжаются бои за дороги, которые ведут в Бахмут с запада. Сегодня Минобороны Российской Федерации заявило, что российские десантники блокировали дороги с северо-запада и юго-запада от Бахмута. Правда, что конкретно это означает, они не пояснили. Непонятно, поэтому дороги полностью перерезаны. Или они находятся под огневым контролем, хотя они и ранее находились. Украинские же источники о блокаде Бахмута ничего не сообщали, как и вагнеровцы, кстати. А еще российский телеграм-канал утверждает, что украинская армия ушла из села Спорное, которое находится к юго-востоку от Северска. Украина этого не подтверждала. В сегодняшних сводках генштаба Спорное упоминалось один раз с утра, как село, которое пострадало от обстрела россиян. И Спорное, напомню, входит в северский укрепрайон ВСУ. Продолжаются бои и на Лиманском, а также Авдеевском направлениях. Американский институт изучения войны в своих сводках сообщает, что российские силы продвинулись до шоссе Н-20 к северо-востоку от Красногоровки. Она находится в трех километрах к северу от Авдеевки. Со вчерашнего дня российские телеграм-каналы начали писать о новой попытке прорыва ВСУ под Ореховым. Это Запорожская область. Сегодня утром россияне уже утверждали, что под натиском российской артиллерии украинские войска отошли назад. Украина же не подтверждает и даже не комментирует эти события, но такое и ранее бывало. Что-то заявляет российская сторона. Об этом же говорят западные эксперты. Но украинская сторона молчит. Но пока объективных свидетельств о том, что эта атака действительно была, нет. Вчера, кстати, снова был налет шахедов по Украине. Сначала их сбивали в Запорожской области, потом около Днепра, имеется в виду города и областного центра. Позже они появились в Одесской области и, по информации украинского командования, было сбито 10 из 12 беспилотников. Говорят, что есть попадания по объекту инфраструктуры, судя по всему, по базе отдыха. Также сегодня был бомбовый удар по Волчанску Харьковской области. Есть погибшие. Помните, мы с вами ранее, причем неоднократно уже разбирали историю с доплатами, о том, как их обвинили и о коррупционном моменте в этом всем. Их вроде собирались вернуть, но против этого начали выступать украинские прозападные, скажем так, политики, но не только они. Сегодня генштаб ВСУ выступил против той самой доплаты в 30 тысяч украинским военным, которые находятся в тылу. В генштабе возвращение доплат назвали популизмом и сказали, что выплаты должны быть справедливыми. То есть, скорее всего, Зеленский не подпишет закон о возвращении доплат, наложит на него вето. Тем более, есть один очень важный момент. В бюджете на этот год, который, напомню, очень сильно зависит от западных партнеров, на возвращение доплат просто банально нет денег. Но, что ж, идем дальше. В украинских соцсетях буквально недавно начали обсуждать идею отправки на фронт заключенных. Прямо как в России. Глава всеукраинской организации защиты прав потребителей финансовых и банковских услуг Алексей Лупоносов рассказал о случае, когда, по его данным, украинец призывного возраста, чтобы избежать мобилизации, сфабриковал ДТП и организовал в суде обвинительный приговор против себя в виде уголовного срока в три года. По словам юриста, этот мужчина договорился с женщиной, которая согласилась заявить, что он ее якобы сбил на машине и оформил ДТП. А судья дал ему три года с испытательным сроком в полтора. Лупоносов утверждает, что весь судебный процесс стоил десятку. Ну, скорее всего, не гривен. Юрист возмутился не только этим конкретным моментом, но и вообще сказал, а почему это украинских уголовников, ну, тех, которые сидят там в колониях, может быть, даже в СИЗО, не отправляют на фронт. Почему их не мобилизуют, интересно. Ну, а дальше он, конечно, выдал. С российской стороны, говорит, воюют и гибнут уголовники, то есть бывшие заключенные, которые стали вагнеровцами. И благодаря этому, по его мнению, Россия очищается, а с украинской стороны, по его словам, гибнут лучшие интеллигентные люди. Поэтому он, собственно говоря, предлагает украинской власти отправлять на фронт заключенных. Не обойдемся мы сегодня с вами и без нашей теперь уже регулярной рубрики контрнаступления ВСУ. В Белом доме заявили, что следующие недели и месяцы будут критичными для Украины. То есть, получается, как и все предыдущие. И поэтому Соединенные Штаты Америки постараются, не сделают, но как минимум постараются, обеспечить Киев всем необходимым. Да и вообще, очень много информационного шума вокруг этого контрнаступления, начиная от прогнозов по дате, по срокам и заканчивая прямыми вопросами к украинскому командованию. Ну когда же? Когда? Да. И вероятно, чтобы, наверное, как-то сбить это напряжение замминистра обороны, Анна Малер просто взяла и сказала, что это контрнаступление уже как бы началось. И то, что сейчас происходит на востоке страны, это оно и есть. Но есть нюанс. На Бахмутском, Лиманском, Авдеевском, Марьинском направлениях в последнее время ВСУ о наступательных операциях вроде не сообщали. В сводках украинского генштаба об этом ни слова. И даже те единичные случаи о наступлении ВСУ под Ореховым, там еще под другими населенными пунктами, о которых пишет, сообщает Россия, Украина не подтверждает эти сообщения, игнорируются. Но Анна Малер призвала не сводить публично контрнаступление конкретно только каким-то активным наступательным операциям. То есть, по ее мнению, это может быть что-нибудь еще. Заметьте, такая риторика звучит уже не первый раз от представителей украинской власти. И один за другим чиновники говорят, что не надо придавать слишком большого значения этому контрнаступлению и слишком многого от него ждать тоже не надо. Ну, кто вообще сказал, что оно там какое-то решающее? Это вообще все просто российские нарративы. Скорее всего, это указывает на то, что постоянные расспросы, вопросы к власти о том, что, как бы, ну, когда, когда же, уже начали их раздражать. И вот, кстати, ответ на вопрос, почему дал посол Украины в Британии Вадим Пристайко. Он заявил, что в Украине, а еще, кстати, и на Западе, есть какая-то, вот, знаете, нездоровая одержимость весенним контрнаступлением. Действительно, что-то все такие одержимые тем весенним контрнаступлением ВСУ. Ну, реально. Пристайко заявил, что вся важность контрнаступления, все надежды, которые мы возлагаем на это, это очень нездорово. Если что-то пойдет не так или оно будет недостаточно успешным, а что такое недостаточно, они скажут, что знали, что это произойдет, и теперь мы должны сесть за стол переговоров и договориться о чем-то. Также он добавил, переговоры будут означать, что Украине придется искать низковисящие фрукты. Не нужно быть гением, чтобы понять, что от нас потребует хотя бы Крым. Кто скажет? Кто посадит? Кто потребует Крым? Интересно, почему эта пристайка как-то вот не уточняет. По его мнению, Россия вообще сейчас уже достигла своих ключевых целей вторжения. Она захватила крупную атомную электростанцию для того, чтобы снабжать Крым электроэнергией, а также пустила на полуостров воду, ну и, конечно, сухопутный коридор в Крым. Теперь немножко о том, что же говорят эксперты по поводу грядущего украинского контрнаступления. Они же всегда что-то говорят. Так вот, они называют один из главных рисков. Для Украины это господство Российской Федерации в воздухе. А также критическая ситуация для Украины с системами ПВО. Возникает вопрос, смогут ли они прикрывать свои войска, если россияне будут их атаковать с воздуха, например. И тут мы снова вспоминаем с вами те самые утечки из Пентагона, в которых написано, что боеприпасов для советских систем ПВО осталось только до мая, а современных систем в Украине не так уж и много. То есть их не хватит для того, чтобы полностью защитить территорию. Но есть нюанс. Сейчас системы ПВО вроде как активно поставляются. Системы Патриот прибыли из Германии, из Нидерландов вроде как еще даже, из Соединенных Штатов Америки привезли ЗРК и Ристейб и припасы к нему. Но, конечно, этого всего еще недостаточно. Как мы помним, совсем скоро состоится новый Рамштайн в Германии. Вот что по этому поводу пишет Financial Times. Со ссылкой на свои источники издание пишет, Украина будет призывать к срочным поставкам зенитно-ракетных комплексов на встрече своих западных союзников на этой неделе, опасаясь, что острая нехватка может позволить России начать массированные бомбардировки. При этом как бы остается проблема ударов Российской Федерации по территории Украины управляемыми авиабомбами. Для борьбы с ними Украина, как мы помним, просит у Соединенных Штатов Америки истребители F-16. Вашингтон их пока не дает. Тем временем в клуб стран, поставляющих Украине оружие, может вступить и Южная Корея. Президент этой страны Юн Сок Йоль сказал, если возникнет ситуация, которую международное сообщество не может смириться, например, любое крупномасштабное нападение на мирных жителей, резня или серьезное нарушение законов войны, нам может быть трудно настаивать только на гуманитарной и финансовой поддержке. Ну то есть это он так, судя по всему, завуалированно, по-азиатски сказал, что могут поставлять и оружие они. А Южная Корея это крупный производитель артиллерийских боеприпасов, а также бронетехники, например, Польша у них там много чего закупает. На это отреагировал в Российской Федерации Дмитрий Медведев, как всегда написал у себя в телеграм-канале. Он намекнул, что в таком случае будут осуществляться поставки оружия во враждебную Сеулу КНДР. Интересно, что скажут жители этой страны, когда увидят новейшие образцы российского оружия у наших партнеров из КНДР. Вот, собственно говоря, такая информационная картина. На сегодня хотелось бы что-то про грядущий мир, но пока не просматривается, к сожалению, такая история. Но, как есть, главное, что мы, скажем так, осведомлены. На этом у меня пока все. С вами была, как всегда, я, Олеся Медведева. Скоро увидимся. Не забывайте подписываться на наши каналы. Напомню, в Ютубе у нас их два. Это страна Юэй и Ясно Понятно. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok